Перед началом товарищеского матча спортивные коллективы выстроились на кромке поля, чтобы принять участие в чествовании команды «Видное развитие». Собравшихся приветствовал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. На этот раз не в строгом костюме, а в форме футбольного игрока. Я хотел всех присутствующих поздравить с тем, что возвращается нормальная жизнь, что возвращается возможность посещать и участвовать в соревнованиях на спортивных сооружениях, на других общественных мероприятиях. А по поводу сегодняшнего матча пусть победит сильнейший. Третий раз подряд видновская команда становится чемпионом Московской области по мини-футболу. Но в этом сезоне свои коррективы в проведении чемпионата внесла пандемия. Несколько матчей провести не удалось, но по итогу сыгранных наши футболисты оказались лучшими. Ребята так держать. Будем надеяться, что чемпионат, который начнется этой осенью, он не будет прерван. Главный видос мы победим. И сегодня всем хорошей, отличной игры. Спасибо. Наконец, команды приступили к разминке. В коллектив под названием «Парламент России» вошли муниципальные служащие Ленинского городского округа, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации. Их противники – чемпионы из команды «Видное развитие». По окончании церемонии открытия соревнований прямо перед началом игры зарядил дождь. Но он не смог остудить боевой пыл игроков после судейского свистка. Непримиримое, хоть и дружеское противостояние началось. Поскольку игра товарищеская, то и велась она исключительно корректно. Никаких серьезных нарушений судья не зафиксировал. Глядя, как спокойно спортсмены команды «Видное развитие» перемещаются по полю, не скажешь, что за плечами у ребят довольно сложный сезон. И коллективы, которые включились в борьбу в этом сезоне. «Едина Московская», «ЦСКА Москва», «Пушкина». То есть это очень амбициозные коллективы, которые, в принципе, хотели, стали задачей выйти Лигой Высшей. То есть они хотели, настраивались на следующий сезон, как на профессиональный сезон. Ну вот мы немножко помешали, и им стали первыми. Постепенно подошли сумерки, а с ними и последние минуты матча. 5-5. С таким счетом закончилась эта игра. Капитан команды «Видное развитие» признался, что дружеское отношение к соперникам и внутри команды – главное правило клуба. Мы уже достаточно длительное время, в нескольких сезонов, играем практически одним и тем же составом. Добавляются люди, но у нас добавляются люди достаточно мастеровитые, опытные, у которых никогда не бывает каких-то игровых проблем. То есть все вливаются. Плюс у нас коллектив замечательный, отличные ребята все. И всегда, даже если кто-то новенький приходит, очень тепло всех принимаем. Теперь игроки команды «Парламент России» вновь перешли в разряд болельщиков. В благодарность за верность и поддержку им вручили майки клуба «Видное развитие». Город за команду, потому что они представляют наш город и стали чемпионом Московской области. Это непросто, это заслуживает всяческого уважения. Ну, им тоже сегодня было непросто, они тоже после перерыва. Поэтому справедливо, наверное, будет говорить о том, что результат все-таки нечинный. Ну, а для меня большой подарок, конечно, теперь именная майка футбольного клуба «Видное развитие». Болеем за наших. И можно быть уверенными, наши футболисты еще не раз порадуют новыми победами. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.